Набираем 250 лайков и жир на дупа Иллися, где делать новый выпуск карьеры за герняков, всех своих обвиняв. Для вас это не составит никакого труда, для меня же это будет приятно, поэтому, ребят, перед началом этого видеоролика обязательно подписочка на канал, все сверху приперчить, пальцем вверх, вот, и мы залетаем просто в карьеру и уничтожаем, ребята. Набираем количество нужных лукасов, выходит следующая серия, поэтому погнали. Итак, ребят, пока мы переходим к необходимой дате, вот, мы параллельно еще будем потренировывать наших игроков, в то же время сейчас уже будут первые поединочки, я предлагаю сейчас попробовать выставить на трансфер такого парня, как, ой, как Дентиньо, например, на трансфер, и Алана Патрика на трансфер. Фенер Бахче сообщает, что хочет приобрести Алана Патрика, так, залетаем сюда, так, цена его, можно и выше попробовать цену взвинтить, давайте попробуем, начинаем переговоры. У нас, ребят, трансферное окно продолжается чисто, потому что они нам не нужны, а на их место мы сможем еще одного центрального защитника взять. 6600, ну вот, все, забирают они Алана Патрика, но еще не точно, если с ним договорятся, я думаю, что смогут. Дентиньо, предложение по трансферу. Что за него предлагают? 5800, начинаем переговоры, мы 6500 попросим. Отлично, теперь между ними разговоры идут, пусть они сами разбираются, если нормально все будет договоряться, то мы разбогатеем. Так, Дентиньо продан, хорошо, Алан Патрик продан, отлично, отлично, Фернандо в аренду, да, мы в аренду примем. Ой-ой-ой, еще и в Лестер-Сити, конечно, принимаем на один год, пусть парень идет, развивается все-таки в Лестере, Фернандо пусть бегает, пусть бегает, конечно, это хорошо. Сейчас давайте посмотрим, что у нас по бабкам, у нас есть 13,4 миллиона, я думаю, что нужно перейти сейчас на трансферный рынок, взять еще одного центрального защитника, который смог бы очень хорошо усилить нашу команду. Итак, ребят, я подумал, что нам не помешал бы Памикану, то есть вот этот парень, я думаю, что он бы нам не помешал, если будет сейчас возможность его купить на трансферном рынке, я думаю, что мы это сделаем, давайте посмотрим. Да, да, я думаю, что можно будет, сейчас мы просимулируем, чтобы нам сказали немножечко по поводу этого игрока. Так, окончатель Марлос, отступные выплаты, ребят, очень плохие дела, очень плохие дела. Сообщаем вам, что клуб Олимпик Леон согласился выплатить отступные в размере 33 миллионов за игрока Марлоса и начал с ним переговоры. Таким образом, решение остается за ним или перейти в клуб, зависит только от игрока. Если вы хотите сохранить игрока в составе, продлите с ним контракт как можно быстрее. Так, еще не все потеряно, а это, ребят, значит, что Марлоса надо спасать, надо Марлоса спасать. Я не прощу, если мы потеряем Марлоса. Так, ищем, ищем Марлоса. Мы поручаем переговоры, нам этот игрок необходим, ребят, мы чуть Марлоса не потеряли. Сейчас мы будем стараться, стараться с ним. Первое, что мы хотим обсудить, это роль моего клиента. Да, ключевой, конечно, принимаем. Ключевой игрок. На три года длительность контракта, конечно, принимаем. Так, мой клиент не планирует включать. Да, да, отступные мы тоже не планируем вообще никак. И зарплату просит поднять. Мы согласны, мы согласны, нам надо любыми силами его сберечь в команде. Все, Марлос, ребят, остается. Я обосрался, я вам отвечаю, я думал, все. Нас подспел как раз-таки по поводу Упамикана. Общий 77, за 17 миллионов мы его плюс-минус можем выдрать. Вот, мы начинаем, начинаем переговоры вести. Я надеюсь, что переговоры пройдут очень-очень плодотворно. 14,5. Нас устраивают предложения по игроку. Вот, теперь давайте обсудим размер зарплаты. По зарплате, ребят, мы согласны, мы согласны на эти условия. Нас все устраивает. Здесь мы ничего против не будем иметь. Трансферное окно у нас, блин, продолжается. Мы с вами усиляемся как можно сильнее перед стоящими поединками. Сейчас мы, в следующей, вернее, тренировочке мы уберем Матвиенко. Вот так вот, ребят, Майкон, Степаненко, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Марайс, Исмаилен, Дика, Упамикана, Додо и Пятов, ребят. Вот такие вот мы усиления сделали в этом выпуске. Я думаю, что это заслуживает на одобрение. Лукас, ребят, у нас с Поками все отлично проходит. Но, ребят, давайте сейчас подумаем, какие же цели нам нужно сделать. Это, ребят, обязательно нужно либо выйти из группы в Лиге Чемпионов и дойти до 1-8. Либо же мы хотя бы выходим в Лигу Европы и там, ну, будем стараться дойти, ну, хотя бы до четверть финала. Хотя бы, ребят. На самом деле будет очень сложно, но мы будем стараться. Итак, ребята, первая пресс-конференция наша официальная. Сейчас мы ворвемся и будем разбираться, как, чего, почем. Надо на пресс-конференции наших братишек чуть-чуть поднять вверх, тонус их. Шахтер показывает очень качественный футбол перед началом сезона. Как вы считаете, это хорошая форма команды сохраниться с началом чемпионата? Мы ежедневно напряженно работаем, ребята. Будем надеяться, что мы продолжим выигрывать. Именно для этого мы очень напряженно ежедневно работаем на тренировках. Команда может избежать финиша в нижней части таблицы в этом сезоне. Состав способен дать результат? Я считаю, что да. Мы должны избежать водоворота в нижней части турнирной таблицы. Муса перешел в ваш клуб из Аль-Наср. Он сыграет свой первый матч сегодня. Он покажет, на что способен. Он покажет по-любому. Мы, думаю, дадим ему шанс. Болельщики скоро увидят, что из себя представляет Ахмед Муса. Это просто батя будет сегодня. Спасибо. На этом вопросы подошли к концу. Вот так вот мы быстренько дали свое интервью. И, ребят, медленно переходим. Точнее, давайте не медленно. Давайте со скоростью ветра просто врываться в первый поединочек нашего игрового дня. Сейчас разминаются перед первым официальным матчем под руководством Ильи Фромова. Сегодня будет поединочек, в котором мы должны показать максимально свою силу. Пусть это и выездной поединок, пусть это и Ливеркузенский Байер. Да неважно нам. Нам нужна победа. Мы должны уверенно сейчас отыграть первую половину матча, для того, чтобы со старта не нахвататься голов. И я думаю, что у нас это должно получиться. У нас, между прочим, сейчас дебют. Дебют у Памикана в нашей команде. Ну, пока парень еще не вступил в игру. Вот, первое касание его мяча. Давай, 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 давай. Блин, Марлос, 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 первый удар поворотом. Блин, опасно. Так, главное не дергаться, главное не дергаться. Что я и делаю, в принципе, да? Там офсайт должен быть, да, офсайт, хорошо. И вот тут выкатил, выкатил, отлично, отлично, Тайсон, 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 Тайсон. Давай, хорошо. Что? Серьезно? Серьезно? Так, так, так. Тайсон просто не попадает в ворота. Ну, жесть. Первый тайм заканчивается, ребята. У нас моментов на порядок больше. У нас моментов не то, что даже на порядок больше, а у нас, просто у нас только моменты. Но реализация, конечно, пока месть подхрамывает. Но, но, я хочу заметить очень грамотную игру нашей центральной зоны. Очень красиво отыгрывают. Где-то очень качественно забирают мяч такие парни, как Майкон, Степаненко. То есть, мне очень нравится. Я доволен игрой этих игроков. Вот. Нападение у нас тоже хорошее. Но сейчас нужно, наверное, поддать в топочку, ребят. Поэтому давайте сейчас выпустим нашего парня. И пусть он дебютирует. Я думаю, что сейчас вы увидите настоящую скорость, ребят. И безумие, безумие в глазах этого форварда. Поэтому давайте за Ахмеда Мусу влепим Лукас. И я думаю, что сейчас мы будем рвать. И вот тут закидочка. Опасно может быть? Нет. Сразу, сразу скидка. Сразу скидка. И удар. И удар туда сразу, блин. Хотел быстренько разыграть и пробить. Немножечко не хватило. Это Майкон. Немножко не хватило. Отлично. Ахмеджан, Ахмеджан просто врывается. Врывается, как он быстро. Ого, неплохо. Сейчас он покажет, ребят. Сейчас Муса покажет, на что способен. Вы видели эту скорость? Просто флэш. Ахмед забегает. Ахмед забегает. Вот так вот. Вот так. Вот так. Спокойно как. Как он врывается в штрафную. Вы это видели, эту скорость? Да, с реализацией чуть-чуть, конечно, еще не то. Но я думаю, что это дело времени. Сейчас парень заиграет совсем по-другому. И запускаем Женьку. Женя пошел. И здесь. Давай, давай, давай. Да ёпсель мопсель. Что ж не хватает тебе, родной-то мой. Все, спокойно. Да ёп. Капец как. Блядь, да как. Ну что за ошибка. Просто нажимал выбить. Нельзя так играть в обороне. Нельзя. Просто не выбил мячик. Короче, ребят, вот такая вот история. Блин, в 89-й минуте пропускаем гол и теряем 3 очка в первом же поединке. Я не знаю. У нас было моментов просто на голову. Сейчас попробуем немножечко взбодрить команду. Сейчас команда по-любому подавлена. Вот видите, настрой удовлетворительный. Вы расстроены, что не получилось, значит, работать в клубах Шахтера с положительного результата. Я считаю, что, да, мы, болельщики, надеялись на другой результат, но сезон длинный. Мы будем упорно тренироваться и сделаем все, чтобы настрой был хороший. Помикана очень здорово смотрелся в своем первом матче за клуб Шахтер. Что вы можете сказать о таком сильном дебюте? Лишнее давление не нужно на него. Если он продолжит развиваться, в этом никаких нет сомнений, все будет пушечка. Муса. Муса не очень убедительно провел свой первый матч в качестве игрока команды Шахтера Донецка. Что скажете о его неудачном дебюте? Давайте будем реалистами. Мы возлагаем на него большие надежды, но нужно все-таки быть реалистом, что привыкнуть к нашему стилю игры еще нужно время, ребят. Поэтому, в принципе, я доволен игрой того же Ахмеда Мусы, который раздерзал просто, трепал, блин, оборону. Я доволен игрой всех наших нападающих. Женька, сколько по флангу проходил знатно. Я как бы вообще доволен игрой целиком и полностью всех наших парней, но с реализацией. Чуть-чуть не хватило реализации. Я думаю, что это, ребята, это дело исправительное. Сейчас у нас очень важный поединочек с Фрайбургом, где мы обязаны в этом поединке брать, прямо по-любому обязаны брать очки. Если мы их не возьмем, тогда я не знаю, что нужно еще будет, чтобы побеждать. Давайте бланка Лищука попробуем еще продать. Выставим на трансферный рынок. Там же еще идет, по-моему, трансферное окно. По крайней мере, нам не сообщалось еще об его завершении. Да, вот, осталось чуть-чуть трансферного окна. Вот, например, на трансфер выставить бланка Лищука. Он нам не нужен. Так, у нас еще Витя, кстати, Коваленко есть, ребят. На секундочку, Витя Коваленко есть, но я понимаю, что он Тайсона не вытеснит. Но почему бы его не воткнуть вместо того же Будка сюда. Пусть парень на замене посидит. Я думаю, что это будет поинтереснее смотреться. Вот так вот. Хотим, да, сохранить изменение. Домашний поединок. Донбасс-арена, кстати, глянь, как красиво сделано. Она тут как и настоящая. Глянь, похоже, капец. Пятов-то, боже, что ж за провалы-то такие? Ну, это я, наверное, дернул сильно. Прям выдернул игрока. Есть что есть. Так, выбить, просто выбить. Боже мой, какой пожар в у воротах. Разряжается, ребят. Это было жестко, это было жестко. Спокойно, спокойно. Штанха. Ё-моё. Какие пожары возле наших воротов? Что творится? Да что ты себе, блядь, позволяешь? Не пойму. Мэй штрафной пятов тащит. Ребят, вообще полная жесть. Надо срочно перестроение делать. Глянь, как они освобождаются. Спокойно. В пятом. Просто зажимают нас немцы сейчас. Пытаем, заканчивается. Сейчас надо выпускать скорость. Надо сейчас выпускать Ахмеда Мусу, потому что Морайс вообще никак что-то не хочет. Ну, нам и не дают, в принципе. Но, возможно, и давайте ТТ вместо Женика на плянка. Что-то он сегодня не в ударе немного. Но, ладно, нельзя играть так. Вот, вот, закидка в штрафнуют. Твою мать, твою мать, твою мать. Как же так, да господи. Что происходит с командой сегодня? Оффсайд. Оффсайд. Фу. Я просто выдохнул, мужики. Это жесть. Что с командой сегодня? И выбить. Выбить здесь. Все, спокойно, спокойно. Хорошо, без обработки Фрайбург. Ну, такое себе. Давай, запускай, запускай. Вот тут Муса. Да елки-палки, сучка такая. Что ж такое с тобою? Вот так. Выход, выход. Реши, реши, реши. Сука, да как ты не забиваешь? Муса, твою мать, что с тобой? Сука, второй раз ты за сегодня порешь. Ну, это просто мясо. Блядь, ну, Ахмед. Ну, что с тобой не так? Как он открывается шикарно. Ну, реализация, это просто ударьте мне по жопе ремнем. Давай. Хорошо. Хорошо. Туда его. Тарас Степаненко. Боже мой. Тарас Степаненко забивает. Тарас, да, это? Да, Тарас. Это жесть. Хорош. Просто хорош. Как так можно играть? Я не знаю. Ребят, ну, Муса сколько моментов. Какие красивые забеги у него. Как он чувствует эту реализацию. Просто. Я не знаю. Не получается реализовать и все. Не получается дебютный гол забить за Шахтер. Все, аккуратно. Аккуратно. Это жесть. Это уже поднапрягся называется. Все, заканчивается поединок, ребята. Побеждаем мы 1-0. Проблема с нападением, конечно, да, есть, чувствуется. Ахмед просто идеально отыгрывает. У Ахмеда очень хорошее чувство такта, чувство ритма. Но реализовать не может. Просто не может малейший момент реализовать. Выходы 1-1, но нет реализации. Ребят, как вам игра вообще, Мусы? Я считаю, что он очень крутой. Очень быстрый. Просто вот врывается в штрафную. Но реализации пока нет. Я думаю, что в дальнейшем немножечко подтянется его скиллуха. И я думаю, что он будет забивать. По крайней мере, я на это надеюсь, что у него с завершением немножечко наладится. Матч был равным. Но вы выиграли, забив гол во втором тайме. Как вы думаете, ваша команда забила решающий гол? Какие ощущения от игры? Мы лучше играли, очевидно. У нас было больше моментов. Мне кажется, мы наиграли на победу. Мы создали достаточно моментов. И счет мог бы быть и больше. Я согласен. На все 100%. Были сомнения в победе? У нас все бьются до конца. Каким были результаты? Я знаю, что игроки будут биться до конца сегодня. Они это и продемонстрировали. Я считаю, что да. Да, согласен. Было трудно пробить оборону Фрайбурга. Мы просто играли в свою игру. Да, мы играли в свою игру. Мы верили в свои силы. Спасибо. Вопросы подошли к концу. На этом, ребята, и закончилась наша пресс-конференция. Я считаю, достойно ответил. Давайте еще сейчас просимулируем. Возможно, у нас появится еще продажа от Бланка Лещука. Давайте просмотрим предложение Бланка Лещука. Так, 7400 за него. Можно начать переговоры. 7400 попросим. Давай, 6500 и разошлись. Хорошо, по рукам. 6,5 миллионов. Если мы его сейчас продадим, а мы его должны продать, вот, будет, будет хорошо. Бланка Лещук продан. У нас остается 10 лимонов. 10 лимонов. И давайте посмотрим на состав, какая зона у нас подхрамывает. У нас подхрамывает, ребята. Единственная зона, которая похрамывает, это правый защитник, ребят. Вот. Или же вратаря приобрести. То есть, все равно, как ни крути, Андрюха 76. И он уже идет на спад. Все-таки 35 лет. Ребят, предлагайте в комментарии, кого можно прикупить на сумму 10 миллионов. Правый защитник, либо вратарь. Больше других вариантов не надо. И на этом мы будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Спасибо всем, кто подписывается, кто ставит лукасы. Ребят, ваша активность просто меня сводит с ума. Всем огромнейшая благодарочка. Всех обнял. И до новых встреч.